Вы можете нарисовать на флажках свои пожелания в виде какого-нибудь изображения, а также написать от себя какое-нибудь пожелание и повесить на улице на дерево такие флажки, чтобы они развивались. Так ветер будет развивать ваши флажки, так ваше желание будет всегда в вашей жизни проявляться. Сделать целый ряд таких символов и написать одно и то же желание, то считается, что такое желание у человека очень быстро исполнится. Так мама может пожелать своей дочери рождение ребенка и изобразить на этих символах маленьких красочных детей и написать «Скоро у моей дочки родится ребенок». Так если вам что-либо необходимо в жизни, здоровье или еще что-то, повесьте такой символ или флаг исполнения своего пожелания, пусть его развивает без конца ветер и оставьте его, пока будет символ развиваться. До этого времени ваше желание будет исполняться, будут появляться всевозможные вариации во внешнем мире, которые будут совпадать с вашими желаниями, это будет происходить в вашей жизни. Не напрасно тибетцы придумали такие системы и длительность вот таких вот флажков или сколько они могут развиваться, они позволяют человеку надеяться на то, что у него будет скоро много счастья, много возможностей. Данные символы появились очень давно и на протяжении многих лет так и не исчезли. Так можно написать на красивом бантике свое пожелание и прицепить его к дереву так, чтобы рядом с деревом этот бантик развивался и там исполнялось это желание. Так можно сделать хаймерин или символ лунгта в виде треугольничка и после того, когда он будет развиваться в вашей жизни, будет что-то происходить. Его можно делать еще и прямоугольным и в тот момент, когда будет развиваться этот символ, у человека будут происходить изменения в жизни. Нельзя только делать символ, который называется «пусть все мои болезни исчезнут» и нельзя делать символ, который называется «пусть все мои долги уйдут». Такие символы не выполняются, но просьбы, которые могут звучать так «скоро у меня будет много денег» или «скоро у меня родится ребенок» или «скоро я буду здоровым человеком» Вот именно с такой позиции символы и общие флажки можно размешивать.